В девятый раз юные самбисты бороли за медали межрегионального турнира памяти Петровых. Мемориал семьи известного журналиста, трагически погибшей на Алтае, становится все популярнее. С каждым годом растет организационный уровень турнира и вместе с ним спортивный интерес среди представителей регионов страны. Турнир получил известность во многих регионах и сюда приезжают гости из других регионов нашей страны. Благодаря усилиям организационного комитета Юрий Иосифович, руководителю, председателю организационного комитета, сделано все, чтобы на высочайшем уровне сегодня этот турнир провести. Этот турнир несет особую смысловую нагрузку. Нагрузку связанную с пониманием того, что спорт – это великолепный инструмент в борьбе с преступностью, с жестокостью. В этом году турнир особенно еще и тем, что проводится в преддверии 70-летия Великой Победы. Каждые наши все турниры сегодня спортивные, они посвящены 70-летию Великой Победы. И этот турнир не исключение, поэтому думаю, что здесь есть еще и патриотическая нотка, и нотка как бы чествования наших, или памяти наших ребят. Поэтому, конечно, 70-летие, оно уже остается буквально менее 40 дней. За 8 предыдущих лет на этих коврах боролось уже более тысячи самбистов. Многие стали победителями крупных зональных, российских и международных соревнований. На смену тому поколению приходит новое. Неизменным остается только одно – мечта побеждать. Я бы хотела выиграть Россию и, если повезет, пойти на мир. Я с первого класса пришел, меня друг позвал на самбо. Я решила с ним пойти. Я думала, в дальнейшем стану чемпионом мира. Для юных спортсменов этот турнир – хорошая предстартовая подготовка к первенству Сибири. В конце апреля сильнейшие в своих весовых категориях поедут в город Биск защищать честь своего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова